здравствуйте друзья у нас вопрос мне 40 лет жена двое маленьких детей имею высшее медицинское образование но уже последние 10 лет врачом не работаю после этого работал менеджером по продажам фарм препаратов в очень известной американской фармацевтической компании потом последние 7 лет был частным предпринимателем и тут выиграл green card 2016 молодец мой какой прекрасно отдаю себе отчет что это еще ничего не значит но это много чего значит вообще-то она может быть еще не все но уже очень много чего значит но если допустить что все пройдет успешно и я моя семья выйдем сша то мне очень интересно и важно ваше мнение с учетом вашего опыта а именно куда из всех вышеперечисленных моих опытов жизни было бы учитывая мой возраст и семейное положение направить свои усилия в медицину в менеджеры в семейный бизнес заранее благодарен вам за ответ спасибо игорь значит сейчас мы поедем и будем игорю отвечать значит что у нас получается 40 лет человеку видимо он значит там если он 10 лет уже не работает врачом значит скажем до 30 он работал врачом может бы там лет 6 7 8 после окончания института может ли он вернуться как бы в медицину в принципе может то есть стоит ли это делать ну если он хочет быть врачом если это как бы его профессия которая ему нравится я хочу сказать что ничего лучше не придумать невозможно потому что эта профессия очень хорошо оплачиваемых очень эта профессия достойно эта профессия востребована учитывая что население стареет и в общем то чё что то говорить но эта профессия требующая вложений то есть вот дать как вот допустим сколько вынашивает мама слоника и сколько вынашивает мама кролика знаете слоник этого там долго там чуть сколько там пару лет долго поэтому что получается вот этого медицинского слоника надо вынашивать то есть не то что приехал и пошел врачом работать на эту тему много написано на эту тему я не знаю существует ли еще был форум такой назывался ярославль . нет там как раз вот врачи собирались обсуждали на форуме говорим проезд можете почитать там очень много чего есть но надо сдать экзамены надо поучиться это занимает ну некоторое время занимает я не хочу сказать что это очень очень быстро происходит я видел людей которые по минимуму года два у них уходила а не по минимуму и 5 6 7 так что по разному теперь это один путь учитывая что у человека двое деток маленьких я думаю что ему конечно надо было бы сначала решить вопрос ну как-то зацепиться закрепиться начать самообеспечиваться материально обеспечить семью все-таки он уже ответственный за других людей тоже поэтому не то чтобы вот у него было много степеней свободы на самом деле повязан сильно при том что 40 лет возраст неплохой то есть абсолютно все возможно там как-то про возраст говорит как будто он старый уже он очень молодой ему еще 26 27 лет до пенсии вы вы чё тут целая жизнь впереди от уровня энергии конечно зависит от уровня амбиции зависит от способностей зависит и так далее но но тем не менее значит теперь то есть если у него хватит сил на то чтобы стать врачом и желание и всего это это было бы очень здорово я считаю следующий вариант значит он говорит менеджером работать ну смотря чего менеджером я даже представить себе не могу все-таки это уже и с английским связано с хорошим и с пониманием ну как бы культуры страны ментальности отношений производства одно дело работать в американской компании где-то там я не знаю из какой страны да но пусть будет россия или там казахстан или украина неважно одно дело работать менеджером в американской компании и совсем другое дело работать менеджером в американской компании тут я не думаю что он может вот так просто пойти и менеджером его возьмут то есть я как бы почти уверен что у меня так не получится то есть он должен начать с каких-то относительно низовых позиций понять немножко что и как и я я не знаю какая у него перспектива честно я представить себе не могу потому что я не знаю человека и фармацевтические компании у нас есть хотя может быть не обязательно ему надо фармацевтической работать но то что у меня медицинская так сказать вот подложка на это это очень хорошо для фармацевтической микробиологической там я не знаю поэтому очень сложно оценить очень сложно и опять мы начинаем с того что у него жена и у него двое детей маленьких и ему надо как-то жить надо их содержать и желательно хорошо содержать и я с трудом себе представляю что это относительно быстро решаемая задача вот стать менеджером в фармацевтической или там какой-то другой американской компании причем не вообще менеджером а таким который еще хорошо зарабатывать я не говорю на уровне врача ну ну хотя бы на уровне инженера это 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 сложно следующий там путь семейный бизнес а какой бизнес то какой у меня семейный бизнес какой разве я когда в америку ехал думал что у меня будет вообще хоть какой-то бизнес или я знал какой в этом будет без голову не приходило ну вот обстоятельства так сложились что вот вынесла куда-то и все я я был не намного младше мне было там 35 лет и что тут сказать если у человека есть бизнес жилка так он предприниматель как бы по сути своей его объекта куда-то вынесет он он не сможет он он будет работать может быть там здесь но у него будет вот убить какой-то ключ против будет куда-то тянуть он захочет влезть туда и влезть сюда или еще куда-то и либо это ему отшибет навсегда желание этим заниматься либо он состоится как-то вот и начнет продвигаться в каком бизнесе мы не знаем вот куда жизнь его закинет какие карты перед ним разложит вот так и получится и совершенно не важно что он об этом думает прямо сейчас важно что у него будет на руках какой расклад знаете когда думаешь вот часто будут сдавать и дадут мне вот эту карту нет не обязательно вот когда будут сдавать посмотришь эти сдадут поэтому что скажешь я думаю что это это раньше или позже в нем проявится и может быть сыграет какую-то очень важную если не ключевую роль в развитии этого человека в соединенных штатах существенно только то что это не произойдет в первый день или в первую неделю поэтому и даже в первый год скорее всего не произойдет и для того чтобы бизнес как-то раскручивать надо и денежку иметь и страну понимать и как лучше как бы надо быть частью вот вот того мира в которым ты находишься это занимает время и мы опять приходим к тому что врачом ли менеджером ли семейным бизнесом ли сразу у него не получится и нужно время какое-то это может быть пару-тройку лет это может быть пять шесть семь лет зависит от того какую планку он себе поставил насколько высокую зависит от того насколько у него есть силы драйв насколько он подвержен влиянию тучи людей вокруг него которые мы скажем что у него не получится что ему не светит что он должен там или сортиры мыть или там сторожем стоять день на складе и так далее поэтому вот как он с женой отношения ничего не знаю но вот конкретики не знаю но вы можете сказать что я опять там за свою дуду там взялся но для игоря дай его зовут игорем я считаю что лучше о чем игорь может мечтать потому что это не давно а еще надо добиться лучше о чем игорь может мечтать прямо сейчас это попасть вот допустим в такую портну в компьютерскую где его за несколько месяцев выкинут на маркет и он там будет получать какую-то зарплату а может быть через пару лет через годик может быть даже уже очень ничего зарплату а поначалу не безумно большую но там скажем 25 30 35 долларов но это уже жить можно не останется он в кремниевой долине а получится там он стажируется махнет куда-нибудь где подешевле жить и где дефицитней вот эта профессия чем в кремниевой долине и вот тогда у него что такое пойдет а дальше он будет думать менеджером может быть он станет менеджером в тестировании взрослый мужик мы 40 лет мужику он уже был менеджером он уже был предпринимателем так он в киеве через год менеджер будет его вынесет если он не уйдет из профессии его вынесет он же он же есть менеджер и муж не надо учиться быть менеджером он уже менеджер у него мышление такое вот его вынесет туда легко я таких много видов поэтому а в киеве это может оказаться одновременно и фармацевтическая компания тоже не обязательно это будет его первая работа хотя и так бывает вот у нас тут и школы частенько подгребают врачей микробиологов фармацевтов подгребают вместо такие компании которые работают но я не назову фармацевтическими но вот во всем этом спектре медицинские приборы делают там для измерения крови давления тут их пол сотни таких компаний есть есть очень крупные и и у него сойдется вместе там его и медицина и фармацевтия и там менеджмент и все сойдется в одном месте может быть это вообще как бы такая манна небесная на него просыпется но дело даже не в этом но совершенно не обязательно чтобы именно туда его унесло но во всяком случае он он получит какой-то доход и он им будет гордиться жена и дети когда подрастут немножко скажет наш папа добытчик у нас семье все было когда мы росли было понятно чем вообще уезжали оттуда и приехали сюда эти они не будут расти там я не знаю среди тех кто на был перед и усваивать их систему ценностей там и так далее и говорит что умный это тот кто устроился так чтобы не работать и что-то получать и до них дойдет что умный тот который хорошо зарабатывает у которого образование хорошее он же врач это же это же ну как бы приличная профессия слушать это же не каждый выдержит это сколько труда надо положить что врачом достать инициатива прет у него бизнес у него менеджмент опыт так далее поэтому но по-любому значит если человек зарабатывает да ну допустим весь на там свои восемьдесят пять девяносто сто тысяч он уже по-другому смотрит на мир и он говорит хорошо значит что я буду делать какой бизнес я буду делать ну не такой же чтобы 30 тысяч получать правильно не то что там сейчас стирали стиральную машину куплю тут вот на улице и буду там стирать для публики соответственно он ищет такой бизнес где были бы большие деньги так что и вот я наверно на этом закончу потому что еще раз это мой ответ потому что это моя жизнь это мой опыт и это мое видение я это делаю каждый день и это не значит что вот тут вот сейчас приедет я его приглашаю давай к нам в школу я делаю не приглашаю в школу еще попасть на надо по-английски говорить на вашем глазки светились чтобы ты понимал куда ты пришел и зачем пришел и чтоб мы видели что сейчас как рванешь и понесешься а не сядешь тут ляжешь и будешь лежать и тебя даже надо будет переносить на носилках пойти к нам еще попасть надо но в принципе это это было бы путем хорошим лично если бы так срослось все с разных сторон счастливо ну